Мы читаем вступление или введение во Шрима Бхагатта первая песня. И в своем введении Шрима Бхагатта первая песня о жизни ученичных читаний. Продолжение следует... 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 И если возможно, то есть место для пилипирования, что будет хорошим. Какой-то укреплен в пилипирование. И потому что они не видят, или что-то укреплен, я не знаю, но потому что у нас есть еще одно пилипирование. Если укреплен в пилипирование, то будет хорошим. Я не думаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Игорь Негода. Мы познакомились с Раджабайя, старшей семьей, потому что несколько дней назад мы посетили Жамудаха-темпо с Горадчандрой и Шиданту Махараджей. Мы были вместе с Горадчандрой и Шиданту Махараджей. Поэтому Раджабай был очень интересен, что происходит сейчас в этом месте. Сейчас мы начнем с Горадчандрой. Сейчас, может быть, кто-то в нашем классе. Может быть, кто-то из вас вчера слышал японский зум или тот зум, который был до этого? Сейчас мы очень часто обсуждаем и думаем над утверждением Шилгрупады, начальным утверждением из видения Шимадбхага о том, что понятия Бог и понятия Абсолютной Исны являются равнозначными. То есть не находятся на одном уровне. Понятие Бог подразумевает управляющего. Понятие Бог подразумевает управляющего. А представление о Абсолютной Исны, понятие Абсолютной Исны подразумевает сумму бону, то есть высшее благо для каждого. И также изначальный источник всех энергий. Мы думаем, что Абсолютной Исны подразумевает Кришна. Но здесь Шилгрупада говорит, что Абсолютная Исна – это изначальный источник всех энергий. Абсолютная Исна – это изначальный источник всех энергий. И возникает вопрос, кто же эта личность, которую здесь Шилгрупад называет Абсолютной Исной или сумму бону, высшее благо. Абсолютная Исна – это изначальный источник всех энергий. И Шилгрупада в своем убедении ясно не говорит об этой личности. То есть можно не понять, по какому это речь. Но Гурдей обнаружил, что здесь на самом деле имеется в виду Наши Свамини, Шматрадарани. Поэтому представление о поклонении Кришна и поклонение Братхи не находится на одном же уровне. Потому что поклонение Радхи, то есть Абсолютные Исны, выше, чем поклонение Богу. И это, в конечном итоге, таковое наставление Шричтани Мухопрагу. Потому что Мухопрагу открывает сокровенную Исну о славе Шраматрадхарани и Манжари. Говоря языком терминских терминов, называется Баба Улдаса Раса. И сейчас мы хотим почитать, мы должны читать введение Баба Улдаса Раса. О, русскому, вот Раса. Ага, ты более русской? Да, русский, ну, bet, Zone. Вы тоже русской. I think myself, some percent may be including Indian blood, probably. Ah, you told me. Yeah, because my ancestors come from this. Which place do you want to start? Here. The theory of illusion of Madhavacharya. No, no, Maya Bhada. Ah, this is not it. Too much love. Yeah, we also. Okay, okay. Then where shall we go? About Mahaprabhu. So, it's what you are supposed to say. This is all philosophy comes from. Yeah. Too much competition. Okay, okay, okay. Then we can do it. I don't understand. Okay. I don't want to understand. Okay. You don't want to understand. Okay. This is good to go there, probably. What you underline, what is important for the people. Okay, okay. Okay. Yes. One has to give respect to the Vaishnava. That is the absolute truth. So, if you ask the Vaishnava, do you eat or not? This is the absolute truth. This is the culture of Vaishnava. We have no culture. Unless we are Vaishnava. Yes. Shabruder сказал, что нам лучше, Аджон Магадач пытался выбрать, что нам читать. И Шабрuder сказал, что читайте лучше. В том месте, где в Ведении говорится, как на Хабарабуло время Киртана, спрашивал Vaishnava прямо во время Киртана, вы уже приняли просят? То есть такова Vaishnava культура, позаботиться о каждом предыдущем. Если не приняли просят, то сначала примем просят, кто принял, потом принял участие в Киртане. Аджон Магадач пытался выбрать, это еще раз. Вот я хочу рассказать. Я хочу рассказать, что если ты обама, Ценандр, я объясню. Чистой модель соматом? Поехали. Посмотрите. Мне говорит Гурлу. Гудема соматой. Махапага, то есть. Maybe I shall I shall be again During Mahaprabhu's householder life The Lord did not display many of the miracles Which are generally expected from such personality You know because if say Chaitanya's Krishna or Radha Krishna combination Or say incarnation of God Then people think oh he can do some miracles But Mahaprabhu did not display No, but a few occasions he did He explained like this Yes Jannat Mahaprabhu said that if Но если бы люди, точнее те, кто ожидают, что если Шичтай Махакру это рады Кришна вместе, то ожидаются, что он будет совершать какие-то чудесные деятельности, чудеса Ерак. Но в своей жизни он не видел не так много чудес, то есть внешне таких чудес. Ну однажды. Однажды Шичтайм умерил одну чуку во время киркна в доме Шри Уваса Накура. Это произошло не после Киртана, а во время Киртана. Махапрабху спрашивал преданных, что они хотят покушать. И он узнал от преданных, что им хочется кушать манго, им хочется пробовать манго. Но в тот момент был не сезон для манго. И кто-то принес косточку манго для Махапрабху. И Махапрабху посадил косточку в саду Шри Вастакура. И тут же на глазах у всех дерево начало расти из этой косточки. И вскоре, за очень короткое время, дерево полностью развилось в полноценное взрослое дерево манго. С огромным количеством зрелых плодов манго, большим, чем предные могли съесть. И это дерево оставалось в дворе Шри Вастакура. С того момента предные стали приходить к этому дереву и брать столько манго, сколько хотели. И что Гурдеев, комментируя этот эпизод, сказал, предное означает чувствовать, ощущать, испытывать эмоции. И очень важен процесс кушания. И Шри Шри Вастакура очень сильно заботится о своих преданных. Шри Вастакура часто спрашивает преданных, что вы кушали? И Шри Вастакура говорит, если кто-то из гостей появился, какие-то преданные пришли. Тогда первое, что мы делаем, мы приглашаем их сесть, даем им место, чтобы они могли сесть и отдохнуть. А затем предлагаем воду или что-то попить. И что-то покушать. Гурдеев говорит, что вот этого не хватает в западной культуре. Это то, чему следует научиться. Потому что жизнь преданности означает любовь в действии. Предложить место для сидения, воды попить, покушать — это есть культура Вайшнавов. Это то, чему следует научиться. Я вспоминаю, когда я первый раз оказался в Мунгерадж-Мандире, где-то 10 лет назад. Я обычно приходил до 6.00 утра. В то время Гурдеев жил в цокольном помещении. И когда Гурдеев просыпался, вставал, мы начинали читать Ширада Раса Суданитхи. В то время я жил за пределами Мунгерадж-Мандира. В то время я жил за пределами Мунгерадж-Мандира. И мы завершали утреннее чтение к 8.00 утра. В то время я изучал Санскрит, и уроки Санскрица начинались в 10.30. Поэтому мне нужно было возвращаться обратно. После утреннего чтения я говорю, пожалуйста, прими Прасаду. Но я не принимал Прасаду, потому что уроки Санскрица. Гурдеев сказал мне, «Ей, Джайнанда, когда ты дашь мне свою милость, приняв у меня Прасаду?» Это было совершенно шокировано, когда я услышал это от Гурдеева. Потому что обычно мы хотим милости духовного учителя. Но Гурдеев поставил себя в более низком положении. Но духовный учитель Гурдеев ставится в положение более низкое. И это относится к Вашнадской этикет. Служить гостям, даваем Прасаду. И это повторилось несколько раз. И до меня дошло. Я обязательно должен принять здесь Прасаду. И вот я так однажды принял здесь Прасаду в Мунгарадж-Мандире. И то, что здесь происходит на Мунгарадж-Мандире, когда сюда приходят гости, мы их просим принять Прасаду. Таков этикет Вайшнава. То есть поведение тех, кто изучает абсолютную истину. Потому что Радарани готовит и раздает то, что он приготовил для Кришны. И Яшода, она просит Шримати Радарху. И Яшода, она просит Шримати Радарху. Ты изумительно готовишь. И всякий, кто кушает тот Прасад, который ты даёшь, который ты приготовил, он не болеет, он здоровый и у него будет длинная, долгая жизнь. Потому что прежде Шримати Радарху так внешне выглядела, она получила благословение от Дурвас Риши. Действительно, она не нуждается в этом благословении, потому что она абсолютно истинна. Но внешне это произошло так. Она получила благословение. И также очень хорошая история Гурдава говорит, что один день Кришна распространял Прасаду на Браджабаси в Нандешвара. И с каким бы сосудом к нему кто-нибудь не подошёл, он наполнял этот сосуд до краёв. И если у кого-то не было тарелки, он клал Прасад прямо в руки, в ладони. И какой-то мальчик маленький подошёл, протянул ладошки, и Кришна положил немножко, сколько могло вместиться в его ладошки. И Радарани пришла туда. Она начала ругать Кришну, отчитывать. Что ты тут делаешь? Почему бы тебе не раздать всем тарелки? Шугарда поправляет сосуды. И Радарани распространила, раздала всем большие сосуды, горшки на Прасада. Это её подход, она даёт каждому и сосуд большой, и заполняет этот сосуд полностью милостью. Такова абсолютная истина. Когда Прасада приплыл в Соединённые Штаты, Шугарда просит объяснить Жананду, что значит вот этот сосуд, этот горшок? Он говорит, что горшок — это способность принять милость. И он говорит, что у меня нет сосуда, чтобы принять милость, нет способности принять милость. Кришна, его подход какой? Принеси свой сосуд, и я тебя наполню милостью. Но Радика знает, что не у всех есть, у многих из нас нет такого сосуда. То есть у нас нет способности принять эту милость, которую она хочет нам дать. И что же тогда делать? Например, у кого-то очень маленький сосуд. То есть не хватает кать, чтобы получить милость. И Шимати Радика раздаёт нам необходимый сосуд, золотой сосуд. И она наполняет этот сосуд с милостью. Такова её в отца ли раса — материнская любовь к её служанкам. То есть дав сосуд, она наполняет полностью свою милость, то есть исполняет все желания. То есть когда мы приходим к Кришне, мы приходим к Нему со своим образованием, своими способностями, качествами, то есть способностью принять милость от Него. А мы обусловлены души, обусловлены материальными обстоятельствами жизни. Какой же тогда у нас сосуд? Какого типа сосуд у нас? Этот сосуд наполнен тем, что мы делаем, то, чему мы стремимся, к разным материальным благам. И таким образом этот сосуд станет грязным. И таким образом этот сосуд станет грязным. Нашей мать Радика поступает по-другому. Она даёт золотой сосуд, чистый, сияющий золотой сосуд, и полностью наполняет его милостью. Её не беспокоит, что у нас нет сосуда. Однажды Венод Баба рассказал эту историю, эту лилу, про то, как раз даёт милость Шри Мать Радика. И когда он её рассказывал, объяснял, он очень сильно плакал. Насколько велика её милость. Мой дорогой Дерек, я хочу кое-что показать тебе в Шримад Бхагаватам. У тебя есть в Шримад Бхагаватам первая песня? Возьми её. Пожалуйста, открой введение в Шримад Бхагаватам. Прочти, пожалуйста. Твой английский хорош. Прочти сам, что там Шил Крупада пишет? Да, да. Само начало. Да, да. Само начало. Да, да. Само начало. Да, наш друг. Да. Мой дорогой, пожалуйста, читай медленно, понимая, и также мы нуждаемся в том, чтобы переводить. Прочти снова. Прочти снова. Бог и понятия Абсолютной Истины находятся на том же уровне. Что это означает? Это означает, да. То есть они находятся на разных уровнях и означает, что это нечто разное. Бог и Абсолютная Истина — это нечто разное. Михаил Федерского и Абсолютная Истина. Да. Да. И, как у вас говорили, мы можем только один уровень. Один уровень. Один уровень. Один уровень мы можем только один уровень. В этом видении Шилпрупада хочет открыть нам абсолютную истину. Мы обычно стремимся к управляющему Богу, не к абсолютной истине. Это ошибка, куда мы направились. И если вы верите Шилпрупаде, а это слова Шилпрупады, тогда мы примем, что управляющий, то есть Бог и абсолютная истинная, не находятся на одном и том же уровне. И мы получаем раз... Если я стремлюсь к управляющему, к Богу, то я буду пытаться, это тесно моя природа, управлять другими, и пытаться управлять другими, контролировать других. Если же я стремлюсь к контролению истинной, то мое движение в другом направлении. Это другой уровень. Не то же самое. Не то же самое. Природа управляющего, то есть Бога, действующего. Если мы будем следовать за Ним, то мы также обретём такую же природу, действующего, управляющего. То есть мы учимся Нима, как управлять. И мы становимся действующими. Теперь интернет восстановился. Пожалуйста, продолжи читать. Это хорошо, что ты сменил комнату. Ты тоже интересен. Зачем? В действительности, на самом деле, я тоже считал, что Бог, и абсолютно истинная, это одно и то же, что это на том же уровне. Я заблуждался. Но теперь я понял, что это не так, и у меня появился к этому больше интерес. Шримад Бхагаватам нацелен на абсолютную истину. Таков Шримад Бхагаватам на самом деле не только Шримад Бхагаватам, но и Бхагават Гита тоже. В действительности, любая книга нацелена на абсолютную истину. То есть это зависит от того, кого мы хотим видеть. Потому что таково было наше руководство. Оно нас ввело к тому, чтобы находиться и подчиняться Богу, контролирующему, управляющему. Таким образом, мы развивали знания, информационные знания, а не духовную науку. Лишь развитие знания в абсолютной истине. Да, при этом нет чувств, эмоций. Лишь знание, информация. Прочти больше. Итак, понятие Бог указывает на управляющего. В то время как понятие абсолютной истины указывает на сумму-бонум. Что это означает? Изначальный источник всех энергий. Я слышал от испанского и испанского языка, что сумму-бонум означает «высшее». То есть «выше даже Бога», «выше управляющего». То есть «выше даже Бога», «выше управляющего». «выше управляющего». Абсолютно истинно сумму-бонум. Потому что, я думаю, это только одна часть, лишь одна часть полиции. «Высшее бонум». Все энергии прививаются от этого. То есть, абсолютно истинно. Ага. То есть вот этот Суммамбонум является изначальным источником всех энергий. И это Радика. Следующая строка. Нет различий во мнении о том, что Бог является Личностью. Поскольку управляющий не может быть имперсональным. Потому что мы не хотим развивать отношения даже с управляющим. Мы хотим лишь быть с ним в отношениях как с Амазоном. То есть мы хотим с ним играть в Амазон. То есть не больше отношений, чем с Амазоном. Например, я могу что-то попросить у тебя, заказать что-то, потому что нет отношений. Но с того момента, как у меня появятся отношения с тобой, зачем мне о чем-то будет просить тебя? Заказывать, не просто просить заказывать. Если я буду заказывать или приказывать, как по-другому, да? То означает, что у меня нет отношений. Отношения означают «мне нужно почувствовать тебя, тебе нужно почувствовать меня». Это абсолютно истинно. Сладостно. И это с суммом боном. Еще кое-чем я хочу поделиться. Мы сейчас будем читать предисловие из той же книги. Идеалы духовного коммунизма. А, пускай Дерек прочитает это. Идеалы духовного коммунизма, согласно Шримад-Бхагаватам, основаны более или менее на единстве всего человеческого общества. То есть на единстве, на объединении энергии всех живых существ. То есть энергия направляется к энергии. И это частичка внутри меня, сварупа. Поэтому мы рададаси. Это то, чему учит Махапрабху, он учит Бхава Ласарати. И еще по-другому. В этот раз Махапрабху подарил, наставлял живых существ в Бхава Ласарати, что значит унната уджвала. Раса. Раса. Унната уджвала раса. Пожалуйста, прочти это. Дальше читай. Shall I read? The need is felt by great thinkers to make this a successful ideology. Не нужда, которую чувствуют великие мыслители, сделать это... Underline is done? Yes, done. Again, repeat this underline. То есть Шелгагар хочет, чтобы мы прочли то, что мы заранее подчеркнули. Идеалы духовного коммунизма, согласно Шрима Бхагаватам, основаны более-менее на единстве всего человеческого общества или всей энергии живых существ. Продолжение следует... Да? Да. 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 Продолжение следует. Продолжение следует. а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Извините, что я так говорю Где Шла Прабхупа сказал, что Кришна — цель? Покажите мне хотя бы одно место Он говорит, что он источник нашего развития, прогресса духовного И медленно, но при этом, несомненно, мы достигнем нашей конечной цели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И пока я не распишусь, не пропишу контракт с управляющим с Богом, я не смогу дальше идти А, истинная цель — это абсолютная истина Ой, конечная цель — это абсолютная истина То есть по-другому — высшая цель Как вы можете поверить в энергию? 10-15 Прочтите 10-15 в Бхагавадите Там написано, что Кришна не может понять самого себя без своей энергии Могу ли я понять Кришну без его милости и его энергии? Неужели я более разумный, чем Кришна? Такова милость у Пропады, он открывает нам абсолютную истину И я прошу каждого здесь прочитать введение к Шримен Бхагавадам, это 40 или 50 страниц И следующую неделю я проверю Что вы поняли и осознали из прочтённого? Что вы поняли в абсолютной истины? Чему хочет учить Махапрабху? Чему хочет нас учить Шилправпада? Как вы сможете забыть Шилправпаду, если вы откроете для себя то, о чем он говорит? В этом красота Спасибо 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 Но этому надо отдать свое время, развить отношения с Кришной Сначала просто читать четвёртую страницу И применять это в своей жизни И прочитай про абсолютную истину, как её найти Я не хочу Я не хочу быть учителем, я не хочу быть контролем. Я хочу жить с моим сомнением, с абсолютной Духой. Это мой цель в жизни. Блеси меня, что я могу делать это. Это мой совет. Я не гуру, чтобы приказывать. Это то, чем я живу. То есть понять, кто такая абсолютная истина. Я просто хочу быть со своей свамини. Рада Говинда здесь? Рада Говинда здесь? Да, нет. Все, нет проблем. Я не могу сказать. Я высказал, что это будет в 98-е в Вилапку Суманджири. Вилапку Суманджири. Рада Говинда здесь не здесь. Я думаю, что он будет читать. Но я не знаю, может быть, что-то случилось. Я не знаю, что-то случилось. Вы можете читать, я могу взять и дать вам, и вы можете читать. У нас сейчас, в Германии идет сильный киртен, полтарный. Дорогие предные, поскольку Рада Говинда сейчас нету, то будем читать мы. Мы будем читать Вилаку Суманджили стих 98 стих. Так что в действительности мы читаем по утрам. В часов вечера мы читаем эти письма. Да, почти同じ. Мы вернулись. Снова. О прекрасное озеро. О прекрасное озеро Рада Кунда. Моя госпожа со своим возлюбленным Кришном всегда проводит эротические игры в твоих годах. Если ты дороже им самого дорогого, тогда, пожалуйста, прояви мне свою госпожу, которая дороже мне самой жизни. О прекрасное озеро Рада Кунда. Еще раз. О прекрасное озеро Рада Кунда. Моя госпожа со своим возлюбленным Кришном всегда проводит эротические игры в твоих годах. Если ты дороже им самого дорогого, тогда, пожалуйста, прояви мне свою госпожу, которая дороже мне самой жизни. Дорого Рада Кунда. Мы ждали тебя. Ты можешь продолжить. Мы просто прошли стих. Пожалуйста, продолжайте. Пожалуйста, продолжайте. Я послушаю. Изумительно. Я хочу слушать. Нет, мы хотим слушать. Потому что мы хотим послушать тебя. Сейчас русский звук, поэтому мы хотим послушать тебя. Здесь столько много преданных фразиков. Ну, давайте, давайте, я подключаюсь. Да, все. 98 стих, да? Да, да, да. Вела по Кусоманджели. У нас просто снегом засыпало тут это, я тут обошел. Он говорит, что мой брат в дом был блоком снега, так много снега. И он работает так много. Не блоки дом. Давайте, давайте. Сейчас. Сейчас. 98-я молитва. Да, то есть у нас сейчас Тулуси воет, молится и плачет. Да, Дженанда? А это стих с Адайи, да? Рады, Рады. Рады вчера. Начинается Хешри Саровара. 98-й или 89-й? 98-й. О, прекрасное озеро Радхакунда. Про Радхакунду? Да. О, прекрасное озеро Радхакунда. Да. Кую и О, possiamo принимать vender. Ну, И. Really sweet. מה사 discernение? И Night- may I see? Мих demonstrated warmth изд ? Псцццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц ACEk Хадашадая, крепая, Мамадживи, там-там-рада Удивительный стих, конечно, был выбрали Вы выбрали очень красивые девочки Да, то есть мы должны понимать, как Анан Тадаш Бабаджига всегда просит и ставит акцент на этом То есть мы должны, как Саду Махарадж говорит, стоять за спинами наших гуру Дэви И мы должны понимать, что Рагунатха, он, помните, Белапу Кусуманджири, это букет стенаний Знаете, такой букет плача и стенаний И вот в таком состоянии он Мне надо меньше порции Мы рады, рады Скажите, что Рагунатха, объясните и рекомендуйте нам, что вы, как Манджарис, стоите на стенах Как Манджарис, наш сеньор Манджарис? Манджарис всегда смотрят, наблюдают на Радакунте, например Там находятся Сааки, Гопи И там же Рада Кришна А Радакунда — это сама Радарани И Кришна там И Манджарис просит Радакунду, пожалуйста, я хочу с вами и твою с вами Можешь ли ты мне помочь в этом? Раса Раса Это Кришна, так ведь? Раса — это Кришна Когда есть эмоции, чувства, то есть раса А когда есть раса, то есть и бхава, то есть чувства Без бхавы, без чувств нет расы А без расы нет бхавы То есть раса приходит через чувства, через бхаву Про маленькую бхаву я могу сказать Но кто такая? Махабхава — великое переживание любовное чувство Но без бхавы, без своего чувства, мы не сможем увидеть Махабхаву И когда чувство приходит, бхава, то появляется, что Махабхава прямо перед нами Махабхава не нужно куда-то идти из-за расы Раса стремится к Махабхаве Кто раса? Раса Вайсага — это Кришна Кришна Сам, естественно, приходит туда, где есть чувства И там, где высочайшее чувство, высочайшее переживание, Он всегда там Это чувства, то есть бхава и раса И они вместе есть высшая Ананда Ананда всегда там, где есть чувство, переживание, бхава и раса Такова высшая Ананда Такова высшая Ананда Бесчувственные не могут понять ни бхаву, ни расу, то есть не получат Ананду Я хочу посетить вам Что значит раса? Если мы применяем слоги местами, это такой санскритский прием Сара А что означает Сара? Сара — это такое, скажем, озеро, которое полностью наполнено водой И вот это озеро Сара — это такое озеро, из которого любовь Радики постоянно вытекает И при этом уровень никогда не уменьшается Этой воды в озере никогда не будет меньше И Кришна никогда не будет переполнен этим потоком расы, выстекающим из этой сары, из этого озера Он всегда будет жаждать еще И резервуар, то есть это озеро, из которого вытекает раса, никогда раса там не заканчивается Всегда поддерживается тот же уровень Меньше не становится И вот эту расу Кришна, принимая, раздает другим гопи Ларите Вишаки другим гопи А эти гопи, которые получили эту расу вместе с Саки, они раздают ее всему миру Некоторые же удачливые души, которые приняли положение служанки Радики, Даси У них есть желание увидеть слами Раду Они молятся этому озеру, этой Кунди, которая названа в честь Радхи, то есть Радакуни Пожалуйста, покажи мне свою Свамини Мою Свамини То есть Даси всегда молятся, служанки всегда молятся о том, чтобы всегда видеть Своего Госпожа и никогда не оставлять меня получаться И они могут наблюдать любовные игры Радхи Кришны У них нет сложности, препятствий, чтобы пойти в этот океан Божественной Любви И в этом красота вела по Кусуманджили И в этом красота вела по Кусуманджили Чтобы утвердиться в своей сварупе Как служанке Радики Рададаси И никогда не оставлять Своего Иштадеву Абсолютную Истину Ни в один из моментов своей жизни Потому что это абсолютно истинно Что Барупада говорит «сумум бонум» Если кто-то не понимает благо от связи с «сумум бонум» Не проблема Но те, кто понимают это, они получат своё благо Что это «сумум бонум» Абсолютная Истинна – это Высшее Благо И как там пишут Шилл Пропада? Абсолютная Истинна – это изначальный источник всех энергий, которые наполняет весь мир Это абсолютно истинно Не на том же уровне, что управляющий Извините, если я чём-то ошибся, простите меня Свит, Баба, свит, свит Рады, рады Это не моё Это объяснение Шиллы Пропады Сейчас вы читаете «Анандас Бабаджа Махараджа» Это, кстати, погрузитесь в этот поток сладости Баба, little question, please Little question Прежде чем задать вопрос, послушай ещё немножко Шилл Пропад сказал «Сварупа» и «Сварупа ситхи» на четвёртой странице И мы практикуем то, что написано в вилапку «Сварупа с помощью нашей сварупы» И «Стхайбау», то есть утверждённость в своей природе В том, кто я, отождествлении Если хотите стремиться к управляющим, это ваше право Если хотите стремиться к абсолютной истине, тоже ваше право Хорошо Но вы не поймёте её без своей сварупы, абсолютной истины Так куда же вам идти? То есть туда надо пойти? Вам нужно идти на север, а вы отправляетесь на юг Там, где моя сварупа, там, где мои отношения Там я смогу постичь духовную науку отношений И что это? И это абсолютная истина Суммабонам Суммабонам Вот теперь спрашивай любой вопрос Спасибо, Гурудеф Гурудеф Я буду к тебе обращаться Гурудеф Он сказал, что вот это озеро Радхики и озеро Шьямы Они никогда не переполняются То есть как бы всё это вытекает Почему? Что является причиной того, что они не вытекают, не стоят на месте? Гурудеф Гурудеф, вы объяснили, что Радхакунда и Шьямакунда никогда не превратились Какова энергия Радхи, Рада Шакти? Это према Шакти Энергия любви В тот день, когда я обрету божественное видение, я увижу там поток, постоянный поток божественной любви Так? Да Она спрашивает, как это возможно, что уровень никогда не превратились Потому что это резервирование Где все Вы получите Это Это Депый резервирование Где все Великие И И И Это Дивайный резервирование Все Великие И И И Это Это Резервирование То есть мы же говорим об озере, но я не хочу переводить калькой, то есть резервуар, это как-то не звучит по-русски. Озеро. Это не просто озеро, не просто пруд какой-то. Это то вместилище нектара, в которое вошли все реки. Все реки приняли там прибежище. Любое озеро можно осушить с помощью насоса. Имеется в виду пулт, небольшое озеро. Но это озеро невозможно сушить. Почему? Потому что все реки мира находят свой прибежище там, они находят свой источник там. Когда я ходил в Италии, я ходил в Сан-Францис. Сан-Францис. Шилгурде. Это означает, что все реки имеют source в Радакунда. Все реки — любовь. Для Радарани. Это приходит к Радакунду. Это не реки материал. Дивайный реки Шилгурде. Шилгурде. Шилгурде вточняет. Речь не идёт о материальных реках. Это потоки, духовные потоки любви. Они все исходят из этого озера, из Радарани. Из Радарани. Куда направляется поток божественной любви, то есть божественной реки? Кратхи. Чтобы увидеть абсолютную истину. Теперь я могу смело утверждать это. Потому что это мой Прабхупада сказал. Чтобы увидеть абсолютную истину. Только она — абсолютная истина. Прада. Может быть, есть несколько личностей, которых можно звать Бог, то есть управляющий, но у меня нет с ними дел. У меня все дела с Прадой. Может быть, у вас кого-то есть интерес вести дела с управляющим, то есть с Богом. Но меня интересует лишь абсолютная истина. Все маленькие, даже маленькие речушки, все направляются туда, к этому источнику, чтобы увидеть абсолютную истину. Ну, Горудев, little question. Рада Тиран, подожди, я уточню, в связи, когда Горудев открыл озеро, я, в принципе, про это же говорил, но мы же знаем, что любовь Радхити, знаешь, ведь она, знаешь, она выходит постоянно из берегов, когда Мадар говорил, она же дарит нового, нового. То есть, по идее, по логике вещей, если сравнить с озером, то оно должно постоянно фонтанировать, как гейзер, как гейзер. Ну, то есть, оно должно... Our Dhamadhar once, maybe not once, taught that Raja's love overrides, overcoming own limits. In this way, giving to Krishna new experience, new love. It's not become levelless, it's always trying to be more than level. В этом смысл. наши реки, они маленькие, их нужно очистить и направить на абсолютную истину, на источник всего. Потому что мы её дайся, она на наше с вами нить. Мы все служанки Радики. Это доказывает Шилупраупада в Бхагавадгите. Махаджана и Нагатаса Пандха, то, что делают Махаджаны, таков наш путь. Мы не можем стать нормальными, не приняв приближения у нашей с вами Радики. То есть, означает, что мы все ненормальные, потому что мы стремимся к управляющему. и мы хотим управлять всем миром. Махаджан, Махаджан. Махаджан хочет объяснить, Что значит «абсолют»? То есть, если озеро — это абсолютно истинно, у него уровень не может быть уменьшен, потому что это «абсолют». Видите? Это Гуру Татва. Это Гуру Татва. То, что я не могу понять. Гуру Дэв говорит мне через учеников. Мой Гуру Дэв говорит мне через учеников. Абсолютно означает никогда не уменьшающиеся, всегда наполненное, целое. Вау. Это абсолют. Замечательно. Я благодарен тебе. Я же не понимал это. И мне нет такого близкого, чтобы так объяснить. Я не знаю, что значит «самым боном». Поэтому лучше оставаться учеником. Мне нравится быть учеником. Радон Сиран, подожди. Гуру Дэв, стоп. Про уменьшение мы не говорили. Вопроса не было. То есть, мой вопрос прозвучал, что она же увеличивается, она расширяется. То есть, по логике вещей, это озеро должно, знаете, как гейзер вытекать. Но оно стоит всегда стабильно. Вот этому преданному, который отвечал, ты скажи не про уменьшение, а про увеличение. Вот она же всегда, ее любовь увеличивается. Почему она не выходит из берегов? Или она выходит из берегов? Он меня спросил. Он говорит. Но я не говорю. Вообще, моя вопроса немного другая. Я не говорю, почему Радон Сиран. Но моя вопроса, почему она не превратилась на так много уровня? Потому что это source, как фонтейн. Да, да. Мое понимание такое, что абсолют означает вообще нет уровня. Нет границ. Потому что абсолют означает нет их ограничений. Абсолютно истинно. Абсолютно истинно. То есть абсолютность не находится на том же уровне, что и Бог управляющий, потому что нет уровня абсолютной истинной. Прабхупад так недобр. Лишь мы не можем просто его понять, Прабхупаду. Мы не следуем его наставлениям, его словам. Вчера мы читали про Упадышамриту Шилы Прабхупады. Нектар наставлений. А потом читали книгу Анандас Бабаджи. А потом читали книгу Анандас Бабаджи. Нектар наставлений Шилы Прабхупады. Нектар наставлений Шилы Прабхупады. Он нам показывает путь на север, а мы идем на юг. Махаджаны всегда правы. Прочти, пожалуйста, одиннадцатый стих. Упадышамриту. 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 Аниров, ведь там по стихам одиннадцатый, слушай. Одиннадцатый стих, да. Упадышамриту. Последний стих. У меня нектар наставлений книга. Это же оно? Да, да, верно. Нектар наставлений Шилы Прабхупады. А какая страница? Тут по главам, а стихи я не знаю. А по-моему, там по главам. Там должно быть содержание. Там по главам, это есть стихи. Сейчас я по держанию посмотрю. Стих одиннадцатый. Аспекты трансцендентного служения, да, называется? Я не знаю, у меня нет книги перед собой. Хотя, может быть, я сейчас открою, подожди. Тоже. Не-не-не. Рада Говиндаджа. Вы, наверное, нектар преданности. Да, это нектар наставлений, тоненькая книжечка. Там одиннадцать стихов всего. Нектар преданности, нектар наставлений, разные книги. Ну, тогда я не знаю, у меня, наверное, той тоже нету. Маленькая, нектар наставлений. Ещё понешады мне. Я могу прочесть? Давай ты, давай. У тебя есть. Рады, рады. Прочесть. Сам стих, да? Угу. Перевод. Из многих излюбленных объектов наслаждения, из всех привлекательных девушек в Раджабуме, конечно же, наиболее... Продолжать, да? Я просто ещё говорю, спроси, кто читает, я сказал, что ты читаешь. Конечно же, наиболее дорога Кришня и наиболее любимая им Шиматера Дарани. По словам великих мудрецов... Подожди, подожди, не надо перевести. По словам великих мудрецов, столь же дорога ему и её божественная Кунда. И, according to the words of great riches, great wise personalities, in the same way, to him is very dear her divine Кунда. Безусловно, берегов Рада Кунда редко достигают даже великие преданные. Of course, the banks of Rada Kunda rarely can be reached even by great devotees. Ещё труднее достичь её обыкновенным преданным. And even more difficult to reach these banks by general devotees. To general devotees, even more difficult to reach these banks. К тому, кто хотя бы раз искупался в её священных водах, пробуждается чистая любовь к Кришне. И в этой личности, в этой личности, в этой личности, who, even once, took bath in her holy waters, will arise pure love for Krishna. Pure love for Krishna? Pure love for Krishna? Yes. Shil Gurudev, this means the Radha Bhava is coming. When personality can feel what Shimata Radhika is feeling. That is absolutely true. Naturally, you can know who it is higher. И, естественно, таким образом постигается, кто же выше. Если Radha Kunda ниже уровню, то каким образом её вода втекает в Шиамакунду? Они не находятся на одном уровне? Они находятся на разных уровнях. Абсолютно истинны и управляющий на различных уровнях. Да, если Radha, сейчас 12 часов. Radha, Radha, thank you. Если мы не разберёмся в этих основах, мы не сможем идти дальше. Основа должна быть кристальная, чтобы достичь служения Radha. little question, Baba, little? Yes. One more. Radha. Вот там прозвучало в тексте, который читали, ступени. Тот, кто достиг ступени. Мы же помним этот момент. Мне интересно мнение Гурудева. Ведь Radha их сама копала. И, по сути дела, к тому преданному, который говорил, что всё безграничное, всё это самое. Но есть же ступени. Вот как символ. Да, что это такое? Вот в её океане любви. В её озере. Radha. Radha. Absolute has not level. No limits means. But what does it mean in this case, if we compare with Radha Kunda, what does it mean her banks of Radha Kunda, these steps? Because it looks like some limits. I think we have to see with divine vision. Я думаю, что мы должны это увидеть, то есть увидеть её своим Божественным видением. Есть два Вриндавана. Один – это земной Вриндаван, а второй – это Божественный Вриндаван. Сначала нужно приехать в земной Вриндаван. Не совершая оскорбления, если мы живём в Вриндаване, естественно, любовь вводит в сердце, чтобы появилась возможность пойти в Божественный Вриндаван. там, где наша Сида Деха. Потому что в Духовный Вриндаван нельзя войти без Духовного Вриндавана. И эта практика наиболее важна, самое важное. Иначе душа останется обусловленной, пограничной. и очень независимой. Потому что такова природа сверх Души – быть независимой. независимой. То есть неосознанно мы получили такую склонность в независимости от Высшей Души, ароматно. Раде, Раде. Раде, Раде. 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 Раде.